Сонный привет. Сегодняшнее утро можно назвать поистине бизарным, ведь сегодня прошёл уже четвёртый по счёту ивент, посвящённый аниме-адаптации Stone Ocean. И по его итогам у нас на руках оказалось какое-то невероятное по меркам предыдущих мероприятий количество материала. 4 свежих тизер-трейлера с массой новых сцен, пачка первых изображений с ранее не показанными стендами, точная дата выхода с форматом релиза и, как вишенка на торте, перформанс от несменяемого композитора Джорджа Саундтреков, Юга Кана. Самое забавное, что большая часть всего, что я упомянул, была опубликована в официальном твиттер-аккаунте уже после самого ивента. В его процессе же нам показали только уже упомянутый диджейский перформанс от Мистера Кана. Старый трейлер и дату начала трансляции, беседу с Сею и коротенький тизер с парой новых кадров, а также обозначили формат выхода серии. Но обо всём по порядку. Что касается музыкального выступления, оно из себя представляло мешап из тем Джолин, Джотара, Джоски и Джорна. Ничего нового мы в нём не услышали, зато смогли зарядиться эксцентричной энергией музыкального отца Джоджа. Показанный на ивенте трейлер, как я и сказал, ничем не отличается от августовской версии, но к нему привинтили долгожданную дату начала трансляции аниме-адаптации. 1 декабря 2021 года. Дорогие друзья, передаю вам интернет-рукопожатие, до премьеры осталось всего 3 недели. И что не менее важно, выйдут вы сейчас обалдеете, все 12 серий сразу. Всем, кто рассчитывал на возвращение Джоджа Пятниц, соболезную. Что же насчёт оставшихся эпизодов, непонятно. Ткну пальцем в небо, предположив, что остальные серии будут выкладывать также пачками, с некоторым временным промежутком. Если серий всего будет всё же 39, то вторая такая пачка будет содержать 13 серий, а третья 14. В принципе для Нетфликса подобная политика выпуска вполне приемлема, поскольку платформа славится тем, что выпускает сериалы целиком. Однако в нашем случае серий будет скорее всего всё же 39, да и не все из них вероятно готовы на данный момент. Поэтому моя теория имеет право на жизнь. Однако это по-прежнему всего лишь теория. Интересно будет увидеть и ваши версии в комментариях. Последнее из неупомянутого в рамках ивента, конечно же присутствие на нём Сэйю Джолин, Нермес и Foo Fighters, Айфайрус, Муцуми Тамуры и Марии Иси соответственно. В отведённое им время они успели душевно поболтать, посмеяться, похмыкать и даже продемонстрировать свою неосведомлённость во вселенной Джоджа. Последнее не касается, пожалуй, только Айфайрус, которая продолжает являться звездой промо-компании, демонстрируя свой интерес к вселенной. Наиболее показательным примером является разговор о стендах, в ходе которого из всех троих увереннее всего себя чувствовала именно Сэйю Джолин. Ситуация настолько печальна, что Сэйю, Эрмес и Foo Fighters, как оказывается, не знакомы даже с самыми популярными стендами, вроде Killer Queen и Crazy Diamond. С ивентом закончили, но, как я и сказал, самое интересное началось уже после его окончания. Неожиданно в твиттер-аккаунте аниме-адаптации появились первые изображения стендов главных героев, среди которых Diver Down, Weather Appet, Kiss, Star Platinum и Foo Fighters, но и ранее увиденный Stone Free, а также четыре тизер-трейлера, наполненных ранее непродемонстрированными кадрами. Что касается показанных стендов, в сравнении со своей манго-версией, Stone Free приобрёл более женственные черты. И это круто, поскольку теперь он будет больше выделяться на фоне остальных стендов Джостер Фэмили. На контрасте с ним, Kiss, Hermes остался прежним, и подобной феминизации подвергнут не был. Star Platinum, как и было видно на слитых кадрах, действительно подкачался в сравнении со своим манго-прототипом. Diver Down, Анасуя, красочный, замечательный, прекрасный и маньячный. Weather Appet, Weather Appet, а в своей гуманоидной форме близок к версии из манги. Простой в своём дизайне, но от этого не менее эффектный. Ну и Foo Fighters, это Foo Fighters. Наконец-то мы увидели её в первоначальном виде. Перейдём к самому интересному. Тизер-трейлеры. Готовьтесь, тут будет много всего. Начну с анимации. На мой взгляд, она гораздо лучше, чем о ней говорят. Она в миру плавная и выглядит вполне сносно. Возможно, на мнение людей сильно влияет двухлетнее ожидание, но давайте смотреть правде в глаза. По современным стандартам анимации Джоджо от David Production, это как минимум приемлемый уровень. Разберём содержание трейлеров по порядку. Демонстрировать буду только моменты, показавшиеся мне самыми важными и интересными. В первом тизер-трейлере с самого начала мы видим кадр с Джолиной охранниками. Частично сцену аварии, первый взгляд на парня Джолин Ромео, сцену пробуждения Стоунфри, новые кадры с Джотера, а также сцену с Джолиной и её стендом в движении. Второй трейлер демонстрирует много новых кадров с Эрмес, плохо выглядящего Эмпорио, стенд Киз в движении, новую сцену с Foo Fighters, а также сцену её взаимодействия с Джолиной Эрмес в начале арки Мэрилин Мэнсон. Первый взгляд на суицидника Тандера Макуина, первый взгляд на хозяйку Мэрилина Мэнсона Мирошон, сцену пучкования планктонов, первый взгляд на Лэнга Рэнглера, хозяина стенда Джампинг Джек Флэш, знаковую стрельбу из пальца ФФ, а также сцены из арки с её введением. Третий трейлер начинается с общего вида на тюрьму, затем нам демонстрируют сцену с птичкой Гвесс, тайник с дисками, ещё один кадр из сцены пробуждения Стоунфри, снова Джотера, Стоунфри в движении, получше выглядящий Эмпорио, полноценное введение Везера, взгляд на его стенд, кадры из арки Сэвэдж Гарден, и нога Пуччи с чёрной штаниной, и это означает, что ряса его будет действительно чёрной. Ну и четвёртый трейлер открывается кадрами с фотографией матери Джолин, у которой, к слову говоря, поменялся цвет волос с рыжего из манги на оттенок более приближённый к оттенку прядей Джолин. Новые кадры из сцены свидания Джотера и Джолин, а также сцена с летящим на защиту своей дочери Джотера. Как видите, сегодняшний ивент и последовавшая ему промо-компания даровали нам массу новых вещей. Довольно интересный всё-таки у океана способ продвижения, сначала долго и упорно молчать, а затем вывалить всё в один день. И ровно так же они планируют поступить и с самим аниме. Заставляет задуматься. Ну и, конечно же, не могу не упомянуть про слона в комнате. Недавние сливы, на мой взгляд, оправдались, хоть и не полностью. Серии действительно 12, и они действительно готовы, чтобы выйти в один день. Помимо этого, слитый контент оказался уникальным и не был повторён на ивенте, как это было в прошлый раз. И это очень круто, ведь по итогу мы получили двойную порцию стафа. Ну а на этом всё. Ждём декабря и запасаемся камнями, ребята. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!